друзья всем привет в этом видео самые новые отели турции которые открылись в двадцать четвертом году которые мы смогли посетить и вам несказанно повезло так как в этом видео вы узнаете отели которые на 90 процентов ниже по стоимость и ниже конкурентов потому что они новые вы узнаете отель который имеет свой собственный круизный лайнер и катает вас по средиземному побережью ну что вы готовы поехать стоимость указана на август месяц на самый сезон перелетом на двоих взрослых из кишинева питание ультра все включено и начинает наш рейтинг новинка отель который открылся 22 июля и да вы не поверите мы успели там побывать сейчас мы в украине но для того чтобы у вас была возможность действительно выиграть по стоимости забронировать самые оптимальные качественные варианты так как новые отели они всегда дают лучший сервис и лучшую цену я решил до выхода наших видео сделать общий обзор тех отелей которые мы посетили поделиться своими собственными эмоциями собственными ощущениями вспомнить как это было вкусно круто поехать отель bergis бывший pere art находится в регионе генюк это 50 километров от аэропорта анталия общая площадь отеля составляет 50000 квадратных метров в 2024 году была проведена полная реновация главного корпуса здесь провели реновацию в номерах но реально это видно хорошая косметика новая мебель новая сантехника установлена система умный дом электронная то есть вы отдыхаете вы возле кровати с одного выключателя можете регулировать свет по всей комнате можете его выключить можете включить кондиционер реально удобно и я такое видел в отелях высокого уровня поначалу отель себя заявил как отель премиум уровня стоимость была такая как в нерване и риксов сангейте но потом она резко опустилась на сегодняшний день отель стоит на 7 ночей 1980 лет и это его ну реальная стоимость так как такие конкуренты мне отель очень похож на клуб фазелис роуз стоит 2250 евро то есть здесь мы можем выиграть 250 евро при этом питание очень качественная есть морепродукты каждый ужин несколько видов рыбы чаще 2-3 вида рыбы есть красная рыба на завтрак 3-4 вида мяса хороший выбор по фруктам от стандартных яблоко-черешня есть инжир очень вкусный и попадалось киви то есть по питанию отель действительно очень качественный есть два аликарт ресторана 6 баров шикарный снэк ресторан с видом на море очень качественный алкоголь начиная от чиваса 12-летнего хороший выбор по рому джек дэниелс хорошая текила водка абсолют то есть действительно достойно и стоимость ниже конкурентов фактически на 20 процентов а такие отели как по мне проще по уровню lemak limra стоит 2 500 евро seven seas gravel это намного проще отель стоит 2120 евро то есть дороже чем другие поэтому не упускайте возможность пока есть возможность тренировать новый отель других очень советую идеальная мелкая галька при входе до иногда могут быть технические неполадки так как отель работает фактически неделю связанные с кондиционированием либо связанные со светом когда мы были был не идеальный интернет но я думаю что в течение того времени пока вы посмотрите это видео в отеле будет все налажено а когда вы туда поедете вы насладитесь качественным отдыхом за приятную стоимость следующий отель это фаворит это норм ориенталь отель был реновирован и открыт 2024 году это суббренд который принадлежит сети отелей макс роял и вояж находится в регионе чем его 65 километров от аэропорта 55 тысяч квадратных метров 250 метров шикарного пляжа не крупная галька новые лежаки новые зонты в главном ресторане была проведена полная реновация огромное шикарное красивое здание классное питание два-три вида рыбы каждый ужин несколько видов мяса хороший выбор по фруктам включая кроме стандартных черешню клубнику киви есть апельсиновый фреш на завтрак классный сервис и то что отличает этот отель от отелей выше среднего уровня потому что по стоимости он стоит 2250 евро здесь есть свой бесплатный а-ля карт ресторан 24 на 7 такие рестораны есть только в самых дорогих отелях так как отель принадлежит сети ваяши макс роял они знают как управлять отелями они знают как сделать действительно доступный продукт с высоким сервисом помимо ресторана мне очень понравился сервер все работает идеально быстро четко есть твоя кондитерская 5 баров полотенца в отеле без карточек где вы видели отели которые стоит 2250 евро где можно брать полотенце без карт новая огромная зеленая территория новый аквапарк 6 взрослых город 5 детский город детская огромная пиратская аквазона и там можно наслаждаться в зеленый сосна там новый детский клуб там невероятный запах если же мы говорим про номер в номере был проведен такой знаете легкий косметический ремонт была заменена косметика то есть номер и ресепшн фактически остался без изменений первая часть отеля которые возле моря она тоже прошла только легкую реноваться глубокую реноваться и пошла прошла вторая зона отеля плюс появились новые номера с бассейнами но на картинках отель выглядит не привлекательно но не смотрите на картинку конкуренты такие как омара лакшери стоит 2350 евро мирада del mar 2400 евро кристалл престиж 2500 евро тот отель который максимально похож на отель норм ориенталь это акаа линда он стоит 2500 евро норм ориенталь стоит 2200 евро то есть мы имеем 200 300 евро разницы при этом отель абсолютно ничем не уступает такому отелю например как акаа линда он максимально похож по территории по концепции и даже по алкоголю очень качественный алкоголь хороший кофе и чай в этом отеле это очень важно для ценителей хорошего от следующий отель я могу также сравнить с отелем норм ориенталь но у них в отличие от менеджментом макс тройл и вояж есть скажем я могу сказать есть проблемы с сервисом так как отель принадлежит группе отелей аудин бэй сама по себе группа отелей это скажем среднего и немножко выше среднего уровня в этом году они заявили про открытие отеля сью колледж как отеля премиум уровня и реально ваши глаза попадая на территорию отеля видят шикарную территорию классный ландшафтный дизайн полностью обновленную инфраструктуру огромный аквапарк шикарный бассейн но знаете это как в дорогую машину посадить плохого водителя здесь сервис просто стандартного турецкого отеля и это реально такой диссонанс при этом даже питание в отеле очень хорошие есть красная рыба на завтрак есть сок фреш есть витамин бар прям главном ресторане где можно сделать смузи из любых фруктов здесь хороший выбор по рыбе по мясу но все это реально вот эту всю красивую картинку плюс хорошие дорогие шоу здесь шикарнейшая анимация да приезжают звезды портит сервис но учитывая стоимость которую они сделали на сегодняшний день так как отель был реально дорогой но сейчас цена 2290 евро и сравнивая его с альтернативами такими снова как амара лакшери мирада дельмар кристалл престиж великие пелес которые стоят на 300 евро дороже отель реально можно бронировать то есть но нужно понимать что здесь есть сервис просто стандартного турецкого отеля кстати он ничем не будет отличаться от той же амары лакшери например или от мирады дельмар сервис абсолютно одинаково просто люди и гости рассчитывая когда и бронировались у коллекшен на сервис высокого либо премиум уровня но он стандартный территория отеля 68 тысяч квадратных метров из нюансов здесь крупная галька при входе находится в 40 километров от аэропорта анталии огромный аквапарк 4 аликарт ресторана мне очень понравился греческий найти такое ощущение что вы реально находитесь на крите в греческой тавернике раньше отель назывался клуб зигана территория обалденнейшая она вся осталась оттуда плюс очень дорогой ландшафтный дизайн следующий отель это новым пик resort это бывший отель эйфория потом это назывался royal diva и в 2024 отель перешел под бренд новым пик отель также себя заявлял как отель премиум уровня но реально этот отель похож по уровню по концепции на отель акантедон кстати тот этот отель а фактически идентичные по стоимости оба стоят 2850 евро отель находится в 75 километров от аэропорта анталии в регионе текерово 120 тысяч просто невероятно зеленой территории плюсом огромное это мельчайшая галька который идеально для ваших ножек и для ваших деток 550 метров шикарного пляжа здесь новые лежаки новые зонты огромный пирс кабанами диска кабана немножко завышена по стоимости как по мне не соответствует уровню и сервису так как ходит только обслуживание кабан и напитки и одна тарелка фруктов ну например нету обеда как это по стандартно заявлено в отеле есть три аликад ресторана рыбный азиатский турецкий очень вкусный это рыбный ресторан честно азиатский не очень советуем обычные стандартные турецкие суши честно не очень вкусный но рыбный обалденный классный осьминог хорошие хорошая приготовленная рыба хорошие морепродукты есть хорошие креветки рекомендую вайфай работает нормально но не идеально так как огромная территория в номерах иногда пропадает и на понтоне частенько пропадает то есть есть два огромных фудкорта где можно поесть от бургеров и гюзлиме до мороженого вафель и фруктов в номерах сьют кстати очень выгодная стоимость при размещении двое взрослых и двое детей если у вас большая семья отель дает одну из самых выгодных стоимости причем номера реально полностью реновированы полностью реновированы здесь хорошая сантехника здесь хорошая мебель классный ремонт вот даже если мы будем сравнивать с отелями бергис из you collection то номера здесь намного лучше и они даже в какой-то мере выигрывают у аккаунте дона есть своя кондитерская 8 баров софт-анимация еще раз повторюсь по стоимости он соответствует отелю аккаунте дон и например такие конкуренты как гюрал стоит 3200 евро палома фореста 3300 евро и даже рикс с ангей в какой-то мере ему конкурент 2500 евро по крайней мере викс ничем не будет отличаться скажем питанием от новым пика и территории да в риксе немножко лучше сервис и намного конечно лучше детский клуб проблемой отеля move and pick это есть главный ресторан питание классное вопросов нет начиная от смузи который можно приготовить с любых фруктов красная рыба на завтрак огромный хороший выбор по алкоголю каждый день несколько видов рыбы и мяса но крытое помещение главного ресторана небольшое она не может справиться с таким количеством вот из-за этого каждый ваш ужин завтрак или обед начинается с поиска стола и когда вы приехали ну реально отдохнуть приехали в отель высокого уровня искать стол это для вас будет диссонанс плюс когда вы садитесь за стол официанты физически могут не успевать и не могут иногда подойти к вам или быстро принести то что вы хотите я снова таки возникает диссонанс об этом нужно знать отель хороший по питанию по территории но опять же сервис и вот этот вот нюанс главного ресторана они делают отель скажем просто выше среднего уровня но по цене фактически он соответствует бантедон особо не отличает но если вы поедете осенью например в октябре когда ужинать можно на открытом воздухе в отеле огромная открытая терраса где можно без проблем найти будет столик вот в октябре отель действительно будет достойным внимания и рекомендую его рассматривать кстати с хорошим детским клубом и большим аквапарком аквапарк шикарно следующая новинка это тот отель который заявил себя как тяжелый люкс как конкурент отелю кулина как конкурент отелю регнум и который выполнил свои заявленные требования и который действительно меня просто поразил это тот отель который сейчас по стоимости выгодней чем он будет в следующем сезоне где-то на 50 70 процентов этот отель выгоднее своих конкурентов минимум на 1000 евро отель этно билет 3890 евро это цена которая за две недели вырос на 1000 евро еще две недели назад отель стоил на 1000 евро дешевле и тот кто рисковал и действительно ехал этот отель за эти деньги это было дешевле чем нирвана получал просто невероятный уровень сервиса и питания и я реально был в шоке когда попал 100 тысяч квадратных метров 35 километров от аэропорта анталии на 100 тысяч квадратных метров расположилась 16 баров в том числе витамин бар который находится кстати в детском клубе где для ваших деток могут сделать любой вид смузи со всех фруктов смешивают и ваши дети не пьют вот эти пакетные соки а натуральные смузи помимо этого в детском клубе есть тематические комнаты ваши дети могут быть пожарниками полицейскими докторами здесь есть комната рисования комната экспериментов комната актерства здесь есть огромные батуты есть ском на вождения где ваши дети могут поездить на настоящих машинах подвесной городок это все находится под навес есть детские бассейны огромный аквапарк для взрослых кстати куда пускают и детей имели я просто была в восторге так как там катаются на плюшках и там нет попадания прямого воды огромная аквазона детские клуба ну просто для детей ну реально рай плюс есть стационарный суши бар в главном ресторане где каждый вечер можно покушать суши есть сигарный клуб есть винный бар где можно провести дегустацию вина есть своя шоколадница где просто хенд мэй при вас делает шоколад вы его можете попробовать есть кондитерская огромный главный ресторан плюс в детском клубе есть свой ресторан где можно пообедать и поужины аля карт ресторан 24 на 7 бесплатный коктейль бар где можно попробовать любые виды коктейля начиная от легких черри берри наш любимый пинг дрэгон и заканчивая тяжелыми b52 и это все бесплатно до 3 часов ночи а после начинается диджей шоу шикарная анимация и есть даже свое кабаре отель подойдет абсолютно для всех как для молодежи так и для тех кто отдыхает с детьми 7 аля карт ресторанов шикарный азиатский где вам вот на такой тарелке выносит фактически 20 видов роллов и вы просто съедаете эти роллы и такие думаете фу уже пойду они три а как же главное блюдо она главное блюдо вот такой осьминог вот такая щупальца утка по-пекински любой вид алкоголя итальянский ресторан с шикарной пиццей спагетти но меня поразил это латиноамериканский ресторан sombrero он платный в отличие от остальных ресторанов стоит 20 евро но здесь невероятное латинское шоу это живая музыка где просто танцует весь ресторан это помимо того когда вы наслаждаетесь шикарными морепродуктами хорошие креветки осьминоги рыба национальные блюда бразилии это у меня просто у меня у меня слюна течет я так хочу вернуться плюс на утро у вас может начаться с йоги и медитации которые продолжаются фактически целый день а да я забыл про греческий ресторан где помимо шикарных блюд нескольких выборов вин вы можете просто насладиться греческим шоу и разбить тарелки вы представляете вы просто в конце шоу просто разбиваете в древески тарелки выпускаете в вас пар 5 видов фреша на завтрак 4 вида красной рыбы огромное количество фруктов включая ананас который кстати также можно попросить и вам сделать фреш из ананасов фреш из киви стационарно есть фреш морковный яблочный грейпфрутовый апельсиновый все можно мешать пить наслаждаться этно и при этом отель rixos премиум билек он мне очень сильно похож по уровню на отель этно стоит 4800 евро то есть 1000 евро разницы дороже сейчас нирвана медитариан стоит столько же как отель этно rixos такирова 4500 то есть на 600 евро дороже ng faze ls 5500 евро то есть на 1600 евро дороже и сейчас можно поехать в это и ничем не потерять да он проще по территории но по сервису аналогов это фактически кулина но кулина стоит 6000 евро я считаю это завышено вот и это действительно будет ему конкурент единственный нюанс отеля это при входе попадаются достаточно крупные камни и крупная галька и даже такие кусочки плит которыми можно ну не ну реально повредить ноги поэтому вот будьте аккуратны при входе и следующая новинка это не новинка но в отеле была проведена полная реновация номеров в 2024 году а самая важная фишка это новый круизный лайнер который купил отель и круизный лайнер которого нету ни в одном отеле это отель нирвана dolce vita 3390 евро кстати конкурентная цена так как сам ей стоит 3500 евро mediterion стоит 3900 евро voyage саргун 3900 евро и гюрал стоит 3200 евро разница фактически небольшая но когда меня спрашивают что лучше гюрал или нирвана я могу на сегодняшний день смело сказать что нирвана выше по уровню во первых 200 тысяч квадратных территории 75 километров от аэропорта мелкая галька при входе есть свой старбакс которого например нету в гюрале есть в каждом номере кофемашины неспрессо которых нету в гюрале есть шоколадница dolce gelato с настоящим итальянским мороженым есть огромное шоколадье с шоколадом ручной работы есть фитнес код мафит а самое важное есть 9 или карт ресторанов большинство из них бесплатны в отличие например от гюрала есть оля карт ресторан 24 на 7 который также работает круглосуточно которого нету в гюрале по питанию например 4 вида фреша на завтрак в гюрале только один если чем выигрывает гюрал это сервисом немножко выше сервис и детским клубом все остальное нирване похоже например по инфраструктуре но однозначно выигрывает по питанию и по инфраструктуре ресторанов баров и самой концепции кстати в нирване есть консьерж сервис как премиум отеля которого также нету в гюрале поэтому нирвана это очень достойный вариант я его рекомендую а самая важная новинка помимо номеров это круизный лайнер вы приходите вечером на пирс вас забирает катер с брызгами везет вас на лайнер вы там уже найти классное питание в алекат ресторане а утром в девять утра вы можете там позавтракать и отправиться в круизное путешествие после земному пубережью это занимает 9 утра до двух часов дня это реально разнообразие в вашем отдыхе это то что запоминается и знаете нирвана оставляет приятные впечатления очень рад что вы попали на это видео так как вы можете действительно выиграть по стоимости забронировать оптимальный отдых всем до новых встреч а для агентов украины якщо вы хочете доступ до системы броневания go global и hotel stone заплатую эксклюзивно в украине на разрыхунковый рахунок пишите мне за посыланием в телеграм надам вам всю информацию дадам доступ оплата в гривнях по курсу приватбанка без жодних комиссий и додатковых витрат таке є тільки у нашей компании о 연습 Ooh о о